Всем привет, это FreeStudio21.com. Перед нами текст из Gateway B1, из книги. Это юнит четвертый, если я не ошибаюсь, Famous Doctors. У нас два огромных текста, я, наверное, не помещусь в одном видео. Но, естественно, я все прочту и переведу. Это уже обязательно. Итак, значит, кстати, у нас два отрывка из двух, ну, скажем так, адаптированных шедевра мировой классики. Первый это Франкенштейн, второй доктор Джекел и мистер Хайт. Надо вычислить, где что, из какой книги отрывок. Но я думаю, это будет очень легко. Мне сейчас не суть важна, из какой книги отрывок. Мне суть важна прочесть и перевести все это. Итак. Итак, знаете, я провел много месяцев в своей лаборатории. Я уверена, что вы хотите знать о моей работе, что же я изучал, чему же я научился или что я узнал. Я изучал многие лекарства и химикаты, проверяя их эффект на теле и на разуме. Итак, что мы здесь имеем интересного? Значит, здесь везде будет изобилие Present Perfect, поскольку это активная тема, по-моему, в Unity 4. Ну что ж, значит, I have spent, вот, кстати, сразу же и Present Perfect. Далее, I am sure, я уверен. Вы хотите знать о моей работе, что же я изучал. Вот здесь, кстати, очень интересная ситуация. С одной стороны у нас стоит слово study, а с другой стороны у нас стоит слово learn. И чем одно от другого отличается? Когда мы говорим study, это изучать что-то, то есть научным путем изучать какой-то предмет, допустим, или изучать какое-то явление. То есть это наука, скажем так, научное изучение чего-либо. Но когда мы говорим о слове learn, как здесь, если здесь было study, то здесь learned, здесь тоже Present Perfect. Learn это неправильный глагол, поэтому learn может иметь два варианта перевода. Это либо узнать что-то, то есть узнать просто новые факты какие-то, не более того. Это не значит, что я провожу какие-то исследования. Просто я там узнала что-то новенькое. Я узнала, что мне повысили зарплату. Я узнала, что моя подруга там вышла замуж. И вот все в таком духе. Или же второе значение научиться чему-нибудь. То есть научиться там вязать спицами, научиться смешивать там химикаты какие-то. И все в таком роде. Едем дальше. Далее у нас, так, я изучал много слова drugs. Очень известное всем слово. Все знают слово drugs, что это обычно наркотики. И здесь, в принципе, тоже можно это переводить словом наркотики. Но я думаю, что здесь просто лекарство. В самом общем смысле слова. Лекарство, снадобье, можно и так сказать. Снадобье. Потому что если уж на то пошло, то слово лекарство очень часто говорят medicine. Это лекарство, ну, в современном смысле этого слова. Но если говорят drug, то обычно, если абстрагироваться от наркотиков, то это обычно какое-то снадобье, какая-то настойка, чего-то такое, вот там, варево какое-то, которое там от чего-то помогает. Средства от простуды, допустим, можно тоже. Далее chemicals. Слово chemicals, chemicals это химикаты. Вот это уже химикаты, то, что мы все понимаем под этим словом. Химические соединения там какие-то и все такое. Химикаты, короче. Кислоты, основания, все такое. Далее. Seeing their effect on the body and mind. Можно понимать это как видя их эффект или их влияние, можно сказать, на тело и мозг или душу. Ну, наверное, мозг лучше все-таки. Можно сказать, что это наблюдая за чем-то. Ну, я напишу see, видеть, наблюдать, как вариант. Далее. Обратите внимание на предлоги. Effect on the body and mind. Эффект, производимый именно тело и мозг. Здесь нет слова производимый, это я его придумала, чтобы было красивее. Едем дальше. There is both good and evil in all of us. The mind has both a dark and a light side. I have tried to use chemicals to separate these two parts. I wanted to separate the dark, evil part of my mind from the good, light part. And I have succeeded. Во всех нас есть как хорошее, так и плохое. Наш разум имеет как темную, так и светлую сторону. Я попытался использовать химикаты для того, чтобы разделить эти две части. Я хотела делить темную, злую часть моего разума от хорошей, светлой части. И у меня получилось. Итак, что мы имеем здесь? Значит, good and evil, добро и зло. Обычно в самом общем смысле слова говорится. Здесь злой не в смысле сердитый, а злой вот как воплощение зла. Так, good and evil ясно. In all of us. Ну, во всех нас. Далее вот это слово buzz. Непонятно, зачем оно стоит. Его даже перевести тяжело. Если дословно оба, и зло, и добро, и зло есть в нас. Ну, не звучит. Слово buzz можно переводить как и, и. Вот с этим and в паре. И добро, и зло в нас всех. Вот так вот. Есть и добро, и зло в нас всех. В данном случае buzz будет так переводиться. Вообще говоря, buzz, если посмотреть в словаре, то это слово переводим словом оба. И то, и другое. Можно по-другому сказать. Далее. Пять словом mind. Можно сказать, что это ум. Можно сказать, что это даже душа или сознание. Здесь он в таком смысле говорит о mind. Далее. Dark and light side. Темная и светлая сторона. Далее я попытался использовать химикаты, чтобы разделить. Вот это separate. Separate. Разделить. Или отделить. Но разделить будет лучше. Далее. Значит, отделить темную, злую сторону моего разума. Вот еще разум. Вот. Mind это разум. Точно. Это лучше, чем душа. Разум звучит гораздо интереснее. Далее. Light светлый. Светлая сторона. Светлая часть разума. Светлая. Здесь светлая сторона. И далее очень интересная фраза вот эта. And I have succeeded. Если дословно. И я в этом преуспел. Или просто я преуспел. Я перевела как... И у меня получилось. Это тоже вариант. Можно и так говорить. И у меня вышло. Или у меня получилось. Но вообще говоря, если уж на то пошло, то слово succeed – это преуспеть. I tried many drugs and almost killed myself. At last I made the right one, but I wasn't sure I had to try it. Late one night in my laboratory I drank the bright green liquid. I waited for a moment, then the drug began to work in my body. There was a terrible pain in my chest. And after that I fell and lay on the floor for some time. И я испробовал много разных снадобий и почти убил себя. Или чуть не убил себя, тоже как вариант. В конце концов, я изготовил правильное, но я не был уверен. И мне пришлось попробовать его. Однажды поздней ночью в своей лаборатории я выпил ярко-зелёную жидкость. Я ждал какой-то момент. Затем снадобье или лекарство начало работать или действовать в моём теле. Да, действовать, пожалуй, лучше. Действовать в моём теле. Была ужасная боль у меня в груди. У меня в груди была ужасная боль. А затем я упал и лежал какое-то время на полу. Итак, что мы имеем здесь? Слово try может иметь два значения. Это пытаться и пробовать. Пробовать как пробовать еду или пробовать там что-то сделать. Пробовать. То есть попробовать на вкус и так далее. Далее. Almost killed myself. Чуть не убил себя или почти убил себя. Ну, я бы сказала, чуть не убил себя. Далее. At last. At last. Наконец. Или наконец-то. Или в конце концов ещё как вариант. Но мне больше нравится наконец-то. Далее. Right one. Это ещё что такое? The right one. Это в смысле the right drug. Так. Слово drug, чтобы не говорить второй раз, его заменили на слово one. Это указательное местоимение. Можно сказать, я изготовил правильное лекарство. Ну, можно и так. А можно просто я изготовил правильное. Так. Я не был уверен, мне пришлось его попробовать. Пришлось. I had to try it. Или я должен был его попробовать. Далее. Одной поздней ночью. Так. Ну, здесь, в принципе, всё ясно. Слово liquid. Liquid – это жидкость. Далее. Обратите внимание, что wait ставится с for обязательно. Ожидал один какой-то момент. Или я секунду подождал. Wait for. Ожидать. A drug began to work on my body. Если дословно лекарство начало работать над моим телом. Ну, ясно, что мы так не говорим. Нам будет правильнее сказать, что лекарство начало действовать в моём теле. Лекарство. Это вот этот drug. The drug. Лекарство. Обратите внимание, определённый артикль стоит. То есть, имеется в виду, ну, то лекарство, которое он выпил. Но оно как бы и понятно из контекста, но всё же. Далее. Действовать в. Вот это work. To work on. Обратите внимание, что on переводится в. Нелогично. Но именно так оно и есть. И дальше уже в моём теле. В моём теле. Вот такое длинное интересное выражение. Ну, что ж, идём дальше. Так. Дальше у нас безличное предложение, которое начинается с there was. И вроде на первый взгляд не поймёшь, как же его и переводить. Лучше не переводить сначала. Лучше сказать, в моей груди была. Сначала вот это перевести. In my chest. Сначала вот это. Потом в моей груди была. Точнее, была вот здесь. Второе. Потом terrible pain. Третье. There вообще можно не переводить. Значит, chest. Это грудь. Далее. Terrible pain. Ужасная боль. Или жуткая боль. Можно и так. Значит, after that. После этого I fell and lay on the floor. Ну, здесь, в принципе, всё ясно. Лежал на полу for some time. Вот это for some time. Это какое-то время. То есть, какой-то неопределённый период времени. Здесь акцент на неопределённости. То есть, он не знал, сколько именно он там провалялся на полу. Едем дальше. С darnedin. Я был на кухов в лаборатории. Я вместо этого особо не смогла бы найти его. У меня был такой. Ведь это на муха же. Он шума и салат. Это болезнодный человек. Он не мог жить slashu. Я не могу его操ывать. Он не мог жить. Он использовал мой этот тел. Он использовал меня. И использовал меня. Он только который является кух日. Только один дакон. Это который я купил про него. Он был бы он, который я купил его. Едем. Но это было не так, что у меня есть, и теперь он не будет. Это последняя ладда я в writing, как нормальный человек. Soon, в моем случае, 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 в моем случае. Я влоку себя в моем лаборатории. В только один solution – поиск. Когда, наконец, я встал, я чувствовал себя как-то иначе. Болей не было. Я чувствовал себя молодым и сильным опять. В лаборатории было зеркало. Я подошел к зеркалу и увидел, что мое лицо изменилось. Или было другим, если дословно. Этот другой человек был чудовищем. Плохая часть меня. Я не могу его больше контролировать. Он обладевает моим телом и использует его, думая лишь об жестокости и убийствах. Только одно лекарство может его контролировать. Лекарство, которое я купил у мистера Мо, аптекаря. Но было что-то необычное в химикатах, скажем так, или в средстве от мистера Мо, и сейчас у него его нет. Это последнее письмо, которое я пишу, как нормальный человек. Вскоре монстр или чудовище внутри меня вернется и завладеет моим телом и разумом. Я запер себя или заперся в моей лаборатории. И есть только одно решение проблемы. Это яд. Убив себя, я также убью и чудовище. Итак, что мы здесь имеем? Здесь достаточно большой отрывок. Так, значит, stood up. Значит, stand up. Мы все знаем, что это вставь. В принципе, так оно здесь и есть. Опять повторяется. At last. At last это наконец. Я не буду его писать второй раз. Так, что у меня здесь еще интересного? I felt different. Вот это интересная фраза. I feel different. Я чувствую себя иначе. Я написала в настоящем времени. Пусть будет. Едем дальше. Так, не было боли. Так, ну здесь, в принципе, все ясно. Обратите внимание, что опять the risk стоит. Поэтому лучше сначала предложение не переводить. В лаборатории есть зеркало. Переводим с конца. Так, опять. My face was different. Увидел, что мое лицо иное. Можно и так говорить. А можно сказать, что мое лицо изменилось. То есть, можно сказать, что my face, вот допустим, аналог этого выражения. My face changed. Изменилось. Это тоже будет правильно. Так, другой человек. Монстр. Ну, монстр, я думаю, мы все понимаем, о чем идет речь. Это чудовище, по-другому говоря. Так, я не могу его контролировать. Далее, вот это интересное выражение. I cannot control him any longer. Вот это any longer. Больше не. У нас должно быть двойное отрицание. В английском отрицание всегда одинарное. Поэтому я не могу контролировать его больше. Или больше не могу его контролировать. Далее. Далее takes over my body. Завладевает моим телом. Так, и использует его. Далее у нас present participle. Думая только о жестокости и убийстве. Cruelty это жестокость. Murder это убийство. Так, matter я писать не буду. Я думаю, мы и так все это знаем. Далее. Опять у нас drug. Ну, в данном случае это можно переводить лекарство или снадобье. Так, купил. Обратите внимание, что мы говорим купил у мистера Мо. А он говорит купил от мистера Мо. Поэтому имейте в виду, что может быть вот такой вот интересный шаг. Когда я у продавца или у изготовителя даже купила что-то. I bought it. From. Mr. Мо. Вот это у. Это и есть. Вот это from. Далее. Кемист. В данном случае кемист это аптекарь. Далее. Так, было что-то необычное. Значит, необычное в химикате или лекарстве. Можно и так говорить. В лекарстве мистера Мо. Значит, обратите внимание на about. В. Можно говорить касательно лекарства. Ну, не звучит, я считаю. Необычное. Необычное. Было нечто необычное. Вообще, очень хорошая сама по себе фраза. Так, но сейчас у него его нет. Или больше его нет. No more. Больше не. Normal human being. Обратите внимание на s. Я пишу как. Вот это как. Нормальное человеческое существо. Это если дословно. Human being. Можно просто переводить human. Иногда being слово опускают. И это человек. Не более того. Далее, значит, inside me. Внутри меня. Далее опять recover my body. Завладеет моим телом и моим разумом. Так, что дальше? I have locked myself in my laboratory. Я заперся. Вот это locked myself. Запер сам себя. Если дословно. Заперся. В лаборатории. Далее. Есть только одно решение. Здесь имеется в виду решение проблемы. Слова проблема здесь нет. Но solution обычно именно так и имеется в виду, что это решение проблемы. Ну и poison это яд. Отрава. Далее. Убивая себя. Вот это by. И оно не переводится. Но его нужно обязательно иметь в виду. Убивая себя. Или путем убийства себя. Вот если дословно, то это так будет. Я также убью чудовище. Вот таким вот образом. Это отрывок из доктора Джекела и мистера Хайда. Автор Роберт Луис Стивенсон. Вот такой вот интересный отрывочек. Опять же, если вам нужны слова по теме лекарства, болячки и прочее, вот вам прекрасный пример вот такого вот текста. Это была первая часть. Ссылку на вторую я обязательно здесь поставлю в описании видео. Смотрите дальше, если вам это интересно. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал.